Семнадцатого марта школы, колледжи и вузы Ульяновской области работают в дистанционном режиме. Окунувшись в процесс образования детально, многие родители стали жаловаться на трудности усвоения материала детьми. Однако вопросы безопасности в период пандемии остаются в приоритете. Губернатор Сергей Морозов четко расставил все точки над «и». Отвечаем достаточно предельно честно и конкретно. В этом учебном году, а он завершится у нас 30 мая, дети в школу не придут. Мы не имеем никакого права рисковать жизнью и здоровью наших с вами близких. Страхи родителей и учеников перед сдачей экзаменов учтены областным и федеральным правительствами. Единый государственный экзамен перенесен предварительно на 18 июня. Сдавать его будут только те, кто собрался поступать в вуз. Основной государственный экзамен по русскому и математике для девятиклассников отменен. Тем не менее, без оценок дети не останутся. И год, как и табель успеваемости, будет закрыт. Оценки выставят по текущей успеваемости в 2019-2020 учебном году. Для этих детей вообще никаких проблем не будет. Они получают аттестат, а можно пока без аттестата, в электронном виде. Подают документы на сайте того техникума или колледжа, который они выбрали с 1 июня. Начало приема документов с 20 июня в техникумах и вузах. Мы у себя в регионе приняли решение открыть прием документов для детей с 9 класса с 1 июня. Дата зачисления в студенты в среднеспециальных учебных заведениях продлена в Ульяновской области до 25 августа. Для школьников остальных классов начнутся обычные каникулы. Будут работать и летние лагеря отдыха. Правда, пока в интернете. Эта новая форма досуга в России уникальна. В Ульяновском регионе такие лагеря уже работают. По словам Сергея Морозова, они весьма эффективно позволяют проводить время отдыха с пользой для личностного развития детей.